други подполз и к нему подполз вот это адреналин не знаю минут 10 на были не так и эдаке веточки не то блин и экспансивная вещь делают вещи замерил короче 65 метров подошел довольно таки а там 2 сидит позади его дальше еще один сидит представляете сразу же на следующем деле а я тут разорался сейчас попробую его щелкну он далеко си около 100 метров вот не знаю болото огромное непонятно какую сторону идти все так сказать на удачу у меня обычно везет на боровую дичь не знаю как сегодня ну если конечно будет пусто от этого никто не застрахован охота это такая штука не поход в магазин друзья перед началом моей охоты я хотел бы вам рассказать это финка нквд реплика 1934 года сделанная с исторической точностью эти ножи делают мастера из нижнего новгорода с используем высоколигированных сталей и ценных пород дерева такие как карельская береза или корабельные венге а еще у них есть якутские ножи финки пуокко еще очень много уникальных ножей с редкими сталями и материалами даже зуб мамонта используют посмотреть все модели и заказать можно по ссылке в описании и закрепленном комментарии приятного всем просмотра друзья всех приветствую сегодня я решил снова сгонять на свое любимое болото но сегодня поехал на мото собаки так как у меня снегоход sm002 небольшая поломочка у меня ветка залетела в двигатель и лапку подсоса сломала что решил сегодня съездить я на мото собаки тяжело конечно идти даже по старой буранке все равно то сносит с буранки то еще чё короче и продувает колени сегодня куртку вниз одел самого не продувает а продувает именно колени сегодня одел вообще суконку потому что буду по большей части ходить на лыжах на лыжах сейчас как ни крути все равно тяжеловато еще ходить взял с собой мелкашку ружье вот так на всякий если куропатки будут там практически без вариантов с мелкашкой желательно желательно дробовка на коротке в лед так вот так оставляю ружье тоже оставлю сейчас буду по периметру смотреть куда пойду либо вправо либо влево вот только надо был угадать бывает такое что думаешь надо идти влево пройдешь целый круг несколько километров круг круг пытаешь ему вот уже замыкаешь круг как раз с правой стороны там буквально в сотни в сотнях метрах была какая-то дичь либо куропатка либо те же глухари на этом болоте живут глухари тетерева очень редко но тоже бывают так что возможно кого-нибудь увидим вот так пока от выехал на болото пока никого кроме маленьких пичек не видно вот дятел еще где-то долбит такс термосок естественно собой документы все с собой это как правило это всегда с собой сейчас короче как ехал на болото на это вот у меня экшн камера включил экшн камеру как бы вот как я по лесу еду приезжаю она мне не писала ничего не понял то ли кнопку не нажал то ли чё в общем хрень какая-то как так получилось не знаю так что начну видео прямо вот отсюда сейчас лыжи одеваю и пройдем тесь прогуляем тесь сейчас вам покажу наши тут красоты болото очень большое очень интересно здесь охотиться вот нравится прямо тянет меня на это болото и все хоть ты чё делать периодически сюда приезжаю раз в неделю раз в две недели все его здесь обойти это для я не знаю два дня на не хватит так что небольшой участок обхожу смотрю куропатки кстати тоже есть рябов наотрез нету если только в лес зайти кто-то в сторону тогда можно найти ладно погнали красота конечно небольшой ветерок присутствует но хотелось бы вообще чтобы его не было это когда ветра нету и немножко морозит вдалеке если где-то глухарь питается его хорошо слышно как он переепархивает с ветки на ветку даже когда клюет хвою прям вот этот такой знаете ну характерный звук и вот слышно метров на 100 на 200 слышно много раз у так вот выйду на болото просто постою поприслушиваюсь и как говорится не зря какой-то непонятный шум или хотя бы ну более схожий вот на такое дело как будто как что-то где-то склевывает сразу на то место иду и частенько меня это выручало то есть надо прислушиваться тоже хорошо и тогда будет удача самая главная цель у меня это естественно глухарь это самый главный для меня трофей по лицензиям я еще могу в этом сезоне добыть пять штук поэтому я и брожу по болоту чтобы лицензии все закрыть повсюду дятлы стучат бомбят вот не знаю болото огромное непонятно какую сторону идти все так сказать на удачу у меня обычно везет на боровую дичь не знаю как сегодня но если конечно будет пусто от этого никто не застрахован охота это такая штука не поход в магазин магазин то пришел курицу взял но и ушел обратно а тут еще надо найти найти то это еще одно надо подойти и надо еще если четкий выстрел будет чтобы он не улетел на рану то крепкий глухарь если чуть-чуть не по месту он улетает а это караулки здесь весной на гуся сидят здесь их несколько штук на этом болоте в основном все под замком очень хорошее болото нравится с детства здесь брожу это удивительно открыто но такая попроще видно попроще для немножко по замудрений там взять на замок висеть хорошо вы же держит и бы просто по через каждые метров 10-15 конечно лыжа проваливается как в пустоту уходит но терпим в этом году раньше снег стал держать это очень радует просто офигенно так вот пожалуйста просто ушел в никуда и дальше попер вот таким макаром вот такую картину репина конечно я впервые раз вижу как бы видал но не в начале февраля вот кто-то очень азартно здесь сидит на уток за гусями видите что сделали вот караулка вот так вот все то ли 75 то ли еще чем гусеничником по любому такой котлован вырыли смотри то есть до утка до уток до гусей еще грубо говоря ну гусь там 1 мая грубо говоря у нас идет так февраль-март-апрель три месяца за три месяца короче вот так если грубо сказать за три месяца вот такой котлован сделали сюда весной первая вот водичка подтаивать сразу вот это все как сказать вся эта грязь здесь первую очередь лужка будет небольшой и утка гусь сюда будут запахивать вот так вот готовка грецесса не летом телегу зимой офигенно что-то я пока дичь не вижу ничего нет даже не слитка нету но сейчас сильно дуло несколько дней все следы то может задуло они где-то узко живут на каком-то небольшом участке попробуй найди на таком болотище вот первые следы куропатки но они вчерашние три штуки видно гуляли не знаю найду нет сегодня их что-то нет никак не удается что-то такое увидеть куда-то они запропастились следы куропатки посвежее есть уже иду примерно в этом направлении куда они вообще идут чуть-чуть посвежее следы пошли значит есть вероятность что я их возможно обнаружу хорошо вот так вот все иду 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 вот туда сходил вокруг и вот обратно и ищем дальше попробую вам показать да тишина абсолютная только старые следы куропатка есть везде практически но все в такие призапавшие чуть-чуть когда она здесь было неизвестно я уже полболота обошел сейчас мне надо идти все так получается туда могу напрямую пересечь конечно здесь где-то метров 600 может может 700 где-то далеко все равно так вот на лыжах идти далековато удивительно не косачка не глухарька но они здесь есть стопроцентно знаю вот только такая птичка тихо глухо что-то типа не не клёст похоже на клеста но не клест так ну красота вижу хоть не проваливается одно радует прям идешь и кайфуешь пусть тяжеловато местами на все равно а вот и подсадки куропатки опять три штуки все время вот сколько вижу все они 4 здесь здесь уже 4 вот раз подсадка 1 2 3 4 и опять куда-то улетели сколько это пробежались и опять улетели в поисках с чего-то непонятно чего красота друзья просто красота вот немножко ноги начинают гудеть обезвоживание чуть-чуть ну так немножко вспотел это как правило нормально но как бы открывается что и второе дыхание многие наверно знают это ощущение вот я сначала до пол болота дошел потом были такие мысли на напрямую прям через все болото по центру пересекаю дома то собаки и съезжу там по кругу еще просто объеду знаете но следы увидел свежие там были вылезли лыжи одел и давай подкрадываться ну все в таком духе но сейчас я практически все болото вот у меня осталось уже кольцо замкнуть может метров 400 пройти и все я полностью болото обошел но сам середину пятачок самое основное все это естественно мне не обойти я уже много раз об этом говорил два дня не хватит снег очень такой стал хороший ну по крайней мере на чистом месте не буду говорить прям за весь лес но вот именно вот в таком чистом месте просто красота немножко кофеечек с вами испил если помните кто мои видео постоянно мониторит спасибо всем конечно за то что смотрите особенно смотрите когда до конца потому что ну бывает что-то может какие-то мысли высказываю вы до этого места не дойдете попросту да бывает такое знаю по себе тоже знаю бывает тоже не до конца видео какие-то там смотрю для себя что-то уловил полезное и все вот про чё я хотел сказать то то что сколько охот я в этом году снимал да вот ходил для вас также для себя практически у меня блин не помню одна или две пустых охоты было всего с осени в основном все время я что-то добывал минимум рябчика это минимум вот вчера так же глухарку я добыл ходил за реку ездил от деревни за куропатками но привелась пеструха бахнул ее одну за сезон всегда беру одну-две не более это как традиция просто у меня я самок тоже не стреляю но вот одну-две не убудет поверьте не убудет их очень много по сравнению с черными вот друзья если как бы как сказать не особо удобно конечно но я все-таки скажу сегодня наверное скорее всего будет охота пустая возможно не знаю но я еще продолжаю идти вдруг что-то и найду у нас скоро распутится это получается февраль-март и с середины апреля у нас уже будет распутиться мне нужно будет закупить бензин 200 литров на езду на мотоцикле мотостам мотоблок второй мотоцикл потом на лодке в общем может быть на аэролодке еще ну как приведется то есть бензина прилично нужно там и дровишки тоже пилить в час две делянки продлили дядьки вот продлил и себе в мае начну уже заготавливать дрова то есть вот на каракате кстати еще чуть не упустил этот момент вот нужен будет бензин нужно нужно будет по-любому бочку бензина на распутицу то есть я хочу у вас как бы попросить немножко в копейки кому не жалко 50 100 рублей может там ну 30 рублей за любую копейку как бы благодар огромный спасибо это поддержка хорошая канала так как вы знаете что монетизации сейчас нет все такое как бы на свои деньги все вот эти вылазки все затраты и так далее спасибо конечно вот то что камеру мне помогли купить я добавил своих 8 и вот в итоге за 40 нам с вами удалось купить вот ну 30 там 50 100 рублей кому не жалко на бензин это 200 литровая бочка бензина стоит у нас получается если 50 к 2 700 2 700 до 2 700 ну грубо говоря 6 6 до ну пусть 12 нет пусть даже десять тысяч короче десять тысяч рублей если удастся собрать то было бы просто бомбически спасибо всем за понимание карту сбербанка закреплю в описании и в закрепленном комментарии это кому не жалко ни в коем случае не не клянчу тут ничего я куплю этот бензин но просто не знаю смогу ли я вовремя его купить так сказать так что спасибо за понимание любом случае я знаю что вы меня поддерживаете много раз поддерживали вот так вот спасибо конечно я сейчас почешу пока в сторону мото собаки потом до нее до нее сначала не пойду там еще есть такой в правую сторону такое пятно как бы болото тоже не маленькая хочу его обойти вот здесь в основном только сосна в правую сторону когда уйду там пойдет ельник и березка возможно будет тетерева так же куропатки и возможно будет гухарь все по возможности как говорится иду всегда на обум не знаю встречу не встречу что-нибудь просто хотя бы увидеть и вот вам показать меня вот порой даже бывает я плюю на все на на оружие на все на трофеи то что он улетит мне главное сначала в первую очередь сделать этот кадр то есть снять приблизить показать вам что вот реально дичь есть а там если улетит так улетит вот зачастую у меня всегда вот сейчас такая фигня происходит самое главное для меня в первую очередь это снять кадр а уж потом охота убили дошел до своих седов на осенке еще ездил здесь я одну маракушу сбил хороший такой выводы косачей был он даже немножко три лунки вот так еле-еле уже вот они здесь я на осенке проезжал вот он лыжах ходил снег еще вообще не держал провалился по колено как лось ходил на фиг на лыжах но следы горностая вот свежие появились боляха муха ничего нету где все это не значит что их тут нет они есть но просто не везет сегодня на них наступить ладно сейчас пока по своей буранке как говорится пойду надеюсь конечно что то увидеть короче я был прав не угадал я пошел вправо надо было идти влево вот до букса остается метров 200 сосенок маленьких полетела два глухаря не успел вам показать ломанулись прямо в ельник не сторону болота от болота в керос вверх туда вот так вот было есть нашел их но почему они так улетели я их даже не заметил на снегу вот и сейчас на том месте нахожусь где они были нету ни следка значит они сидели на соснах питались хотя по идее в это время не должен быть в лунках сейчас я пойду в керос может только вижу хотя бы вам покажу вот так вот и сегодня я профанился бывает вот не угадал надо было идти влево а я пошел справа досада если что они могли они даже могут и не сесть ладно сейчас проверю прошел 100 метров нашел вот сидит на елке сейчас все зависит от того как у меня будут скрипеть если подойду получится ли попасть расстояние хорошее от меня метров 100 но в густом месте сейчас попробую вам показать вот он красавец сидит но что то нас дороже боюсь не успею далековато стрелять Это капец Еще садом сидит Придется снимать лыжи Но снег правда глубокий Но попробую Надо сократить дистанцию Где-то метров Метров еще 15 Хотя бы сократить Попробую сейчас Субтитры сделал DimaTorzok 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 Другие Другие Подползся к нему Подполз Вот это адреналин Не знаю минут 10 я наверное Блин не так И эдакие веточки Не то блин Элэээкспансивная вещь Делают вещи Замерил короче 65 метров Подошел довольно таки О А там второй сидит Позади его дальше еще один сидит Представляете Сразу же на следующем дереве Ляха А я тут разорался Сейчас попробую его щелкнуть Но он далеко сидит Около 100 метров Все улетел Нет друзья Улетел Ну и хорошо что улетел Потому что Я бы его сейчас взял У нас лимит 2 глухаря в день Я могу добывать Ну не зря сегодня пошел друзья Я никак не думал Своим пешком я их высадил Первый раз я увидел что они полетели Потом бабах есть Ну красота Вот уже как снеговик весь Вот видите да Просто как снеговик Сейчас пойду лыжи возьму Потому что Брести нереально Все лыжи одел Иду Вот что значит лыжи Пешком идти невозможно Только на лыжи А я к этому особо не подкрался Он дальше вот там сидел Вот такая елка широкая Макушка да Вот на следующей там дальней он сидел Я поторопился Я думал высадить Мне надо было подойти всего лишь 5 метров до елки Смотрю улетел Ладно Главное есть С первого выстрела просто бах Завалился сходу Просто Упал сразу без проблем Легко Удачно Удачно Друзья Вон вижу лежит Лежит Красавец Вон как Рухнут с елки Четко Красавец Вот это красиво Тоже не маленький Похоже Руки все трясутся От адреналина Самое главное Это когда Своим пешком Хороший петух Хороший Хвост тоже не маленький Четко Вот А говорят Мелкашка ничего не может Это что Вот с первого выстрела Угол места цели был высоко 40 примерно градусов Пришлось сейчас вот так На локтях Или как бы немножко лег Если гонца на локтях Стрелял Крылья целые Крови практически нету Но это не самый большой гухарь Позавчера я гухаря добыл На 4 килограмма 818 грамм Вот там здоровяк Я таких давно не добывал Не ну красота Смотрите другие Какой шикарный трофей Бля Советую вам Друзья Тоже такой же трофей Да Попадание Как раз где-то В заднюю часть Блядь Новые перчатки Перчатки новые Позавчера купил По кишкам Надо сраю Его сейчас ободрать Видать Кишки продырявил Вот такой вот Красавец Друзья Вот это птица Желанный трофей В этом году У меня это Получается шестой Еще могу добыть Я 4 штуки По лицензиям Красота Вот это Мошник Вот это Трофей Просто ребята Блин Желанный трофей Класс Ну один еще был Улетел Ладно Можно было конечно взять Но ладно Я уже так Один упал Хорошо Не зря я ехал Не зря я ползал по снегу Не зря старался Не зря я сюда вообще пошел В это место Я думал они сквозь улетят Нет сел На елке высоко Так как было сквозь светки Так что на камеру Сильно не стал приближать Потому что там все равно Картинка была бы Не очень Вот он Лях Друзья советую вам Такого трофея добыть Просто шикардос Вот мелкашка делает вещи Мелкашка это мелкашка Если С ней обращаться По уму Как говорится Стрелять Точно По месту Не только глухарь падать будет И крупнее дичь может завалиться сразу Экспансивная пуля Хорошо работает Ладненько Сейчас немножко дух переведу И тут еще все в гору И он плюс еще на такой высокой елке сидит В горе еще на высокой елке Как я их прогагарил в первый раз Ничего не понял Просто слышу Поворачиваюсь Смотрю Два мелькают Красота Не зря Ну что ж Надо идти сейчас до мотособаки Все Уже меня все остальное не интересует Если уж прям в наглую Где-то куропатка попадется Там или рябчик может быть бахнул А так уже специально не буду Идти прилично Куропатки могут еще встретиться Даже тетерева Так что Охота в принципе еще продолжается Погнали Ну вот Приперся Все-таки Наконец-то Вот оттуда Чешу там Уже с леса Уже с болота В лес Ухрал я За этими глухарями Вот Блин Неправильно сделал Пошел вот туда Вправо А надо было Вот сюда Влево идти И я бы срана глухарей вышел Минут через 15 Я бы уже Глухаря возможно Буду был Нет Все болото Нафиг обошел Вот так Все По периметру Возвращаюсь уже к мотособаке И нашел Вот так бывает Друзья Сразу же разряжусь Зачехляюсь Ну Охота как бы продолжается Но Вдруг где-то еще Косачи могут встретиться Как я уже говорил Просто На транспортном средстве Следственно Зачехляться Разряжаться Вот так Ну Сегодня Да и как сегодня В основном Всегда у меня Трудовая охота Я стараюсь Охоту показать Настоящую Ну такую Именно вот Своим пешком Своим трудом Фу Весь сырой Сейчас немножко Остыть надо Попить кофе И это самое Одену куртку Да потихоньку Поеду уже В обратную сторону Еще ехать Примерно 8 километров За эти 8 километров Дичь может еще встретиться Ну вот Все Переоделся Оделся так сказать Кофеек Попил Сейчас надо Развернуть Моторагу Задний то Передача Нам Все надо На себе Таскать Мотособака Сухой вес 106 килограмм Плюс бензин Два ружья Барахлишко Да еще В снегу Так сказать Довольно таки Тяжеловато Вот Теперь можно Лыжи погрузить Такс Ну и самое главное Трофей Шикарный петух Блин Просто Бомбический Мошник Так Я его наверное Положу Чтобы хвост Хвост не помять А хотя Хотя Наверное Он мне сюда Нормально пойдет Да Отлично У всех глухарей Я беру хвосты И Крылья Крылья Место Веничка Знаете там С печки смахнуть Где-то там С подоконника В гараже Там знаете Полочки Вообще Бомбический Такой веничек Получается Собственного Производства Так сказать Минимум Отходов А глухариный Хвост Хороший Если У такого Матерого Гухаря Он красивый Большой В гараже Где-нибудь Запулю его Либо На косяк Либо Еще где Где-нибудь Над полкой Красота Ну что Поехали Домой Если что-то Будет дорога Я обязательно Вам покажу Соответственно Заводим Ну что Заводим аппарат Тяга Опять Чуть Замерзла Залипает Немножко Потому что Снежная Пыль Само по себе На улице Где-то Минус Десять Пыль Это Залетает Сюда И Начинает Таять Потом Прихватывать Ну что Запуск Замерзла Прихватывать 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 Сейчас Прихват Judy Прихват Ну все Прибыли Прихват 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 ну что друзья вот такого еще раз покажу чухарика мне сегодня удалось добыть глухарь хороший птиц ну вот охота у меня на этом закончилась все на сегодня может быть через недельку может через 2 еще туда сгоняю а там скоро охота заканчивается 28 февраля на них на всех охота закрывается до 20 марта еще на куропатку можно будет походить потом все уже потом только рыбалка так выезды в избу в общем все по возможности ну что друзья спасибо всем за просмотр желаю вам удачи на охоте ни пуха ни пера на рыбалке ни хвоста ни чешуи всем пока до новых видео